Привет! Современная мировая экономика представляет собой систему с жесткой иерархией, в которой ее периферия, так называемые развивающиеся страны, подчинена центру, странам развитым, и находится с ним в отношениях неэквивалентного обмена. Он сводится к тому, что посредством международной торговли периферия поставляет центру свои товары по цене ниже стоимости, фактически отдавая часть собственных ресурсов на развитие так называемого «золотого миллиарда» Западной Европы и Северной Америки. Одним из механизмов неэквивалентного обмена выступает специфическое соотношение курсов национальных валют. Валюты стран центра мирового капитализма – евро, доллар, иена, франк – сильные и стабильные, а валюты периферии, наоборот, слабые. Причем не просто слабые, а искусственно девальвированные своими национальными правительствами. Это позволяет экономикам периферии, как правило, экспортоориентированным, получать преимущество относительно своих конкурентов, таких же отсталых стран в борьбе за право продать свой товар странам центра. Само собой капиталистическому центру такой расклад весьма выгоден, поскольку позволяет делать импортные поставки очень дешевыми. Правящему классу стран периферии это обстоятельство также приносит значительные дивиденды. На мировое господство и соперничество с капиталом центра они почти не претендуют, но зато получают высокие прибыли благодаря своей посреднической компрадорской роли в передаче центру благ, созданных трудом местных работников. Россия, как и большинство других стран, также является частью мировой периферии. И так же, как у прочих отсталых экономик, курс российского рубля искусственно девальвирован относительно западных валют. По этому показателю она находится в числе мировых лидеров. Как это определить? Можно прибегнуть к такому показателю, как паритет покупательной способности. Он отражает соотношение двух валют разных стран по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг. Иными словами, можно взять один и тот же товар в России и США и сравнить его цены в двух странах. Допустим, в Америке он стоит 2 доллара, а в России 60 рублей. Значит, покупательная способность одного доллара равна покупательной способности 30 рублей. Это и будет называться паритетом покупательной способности и служить приблизительным ориентиром для оценки степени искусственной девальвации курса рубля. По данным Всемирного банка, в 2018 году паритет покупательной способности доллара к рублю был равен 1,24. Однако в обменных пунктах нашей страны мы видели совсем другое. Среднее значение курса было около 62 рублей за 1 доллар. Отклонение от паритета составляет 2,6 раза. Почему же так получается? Ведь по логике рыночной экономики российский рубль должен быть наоборот очень крепкой валютой. Сальдо торгового баланса, то есть результаты внешней торговой деятельности у нашей страны всегда положительное. Экспорт превышает импорт на сотни миллиардов долларов. Такой масштабный приток долларов на российский валютный рынок должен создавать их избыточное предложение и, как следствие, высокий спрос на рубли. А значит, курс рубля должен был постоянно укрепляться все годы роста цен на нефть, а курс доллара наоборот падать. Однако этого не происходило по целому ряду причин. И наиболее значимым фактором здесь является политика Министерства и Центрального банка, которые принимают меры для искусственной девальвации рубля. Для того, чтобы держать рублевый курс на заниженном уровне, государство всеми силами уменьшает предложение доллара на валютном рынке России, отчаянно избавляя экономику от американской валюты. Как это происходит? Во-первых, государство фактически не препятствует вывозу капитала из российской экономики частным сектором. В некоторые годы значение чистого оттока капитала из страны исчислялось сотнями миллиардов долларов. Во-вторых, государство само выкупает доллары на валютном рынке, складывая их в международные резервы и выплачивая ими государственный долг. Причем, чем больше долларов приходит в российскую экономику из-за рубежа, тем активнее государство изымает их с валютного рынка. В совокупности, только по официальным данным, за последние 20 лет такая финансовая политика очистила российскую экономику от суммы в 1 триллион 200 миллиардов долларов. Это внесло весомый вклад в создание дефицита долларов на валютном рынке России и, как следствие, его искусственного удорожания относительно рубля. Результатом такой политики является удешевление российских товаров на мировом рынке. За то, чтобы нашу нефть выгодно покупали немцы и англичане, расплачиваются простые трудящиеся. Заниженный курс рубля изымает активы у импортеров. Страдают простые потребители, покупающие иностранные товары, а также отечественная обрабатывающая промышленность и в особенности сельское хозяйство с высокой долей производственного применения импортной техники, удобрений, семян и так далее. Одновременно российские экспортеры, а это на 70% сырьевые компании, буквально купаются в рублевой и долларовой наличности. Это провоцирует инфляцию, тормозит реальную модернизацию российской экономики и все сильнее погружает ее в технологическую отсталость. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайк, распространяйте это видео, если оно вам было интересно. До новых встреч!